Приветствую всех! В сегодняшнем ролике будет обзор на необычную накладку. Образовалась она у меня следующим образом. Один из моих подписчиков написал, чтобы я с ним связался. У него есть желание, чтобы поделиться со мной одной из накладок, которую присылает ему его друг. Зовут подписчика Андрей. Фамилию оглашать не буду. Накладка фирмы Хайтян. В России таких не найти. Давайте сейчас ее вскроем. Все, накладку я вскрыл. Не скрыл. Фууу. Вонь, конечно, воняет какой-то краской. Идем дальше. Так, смотрим на губку. Губка по цвету похожа на Tenorji. По жесткости. Не скажу, что она жестче. Точнее, специально взял для этого обзора еще и обрезки от Tenor, чтобы сравнить. По цвету вы можете вот сейчас сами сориентироваться. По цвету, ну может быть у Tenor чуть темнее, но это скорее всего из-за клея. Если вот сбоку сравнить. Наверное одного цвета. Так, по материалу и по структуре губки. Я бы не сказал то, что это типичная китайская накладка, поскольку это пористая. И, ну, не скажу то, что это прям натуральный какой-то каучук, потому что она воняет очень сильно. А может быть каучук и воняет. Утверждать тоже не могу, поскольку точно не знаю. Ну, похоже на такую пружинистую губку, по крайней мере. Тестировать будем на основании Timmoball Spirit. Сейчас мы ее обрежем. Тестирование, даже совсем, точнее будет не совсем тестирование, а будет сравнение с Харикейном 3 провинциальным Neo. Вот, вы как раз таки можете посмотреть. Вот эта типичная китайская губка, она плотная. И здесь. То есть вот, может быть даже видны поры. Сейчас наклеим и посмотрим, что она будет по набиванию примерно представлять из себя. Все, накладку наклеил. Вы можете спросить, почему именно Харикейн 3? Все просто, потому что человек, который мне прислал эти накладки, сам попросил, чтобы я сравнил ее с Харикейном 3, который у меня имеется. Все, вот у меня накладочка. Я ее наклеил. При вас я сниму пленку и попробую понабивать первый раз. Перед тем, как, когда я ее клеил, и вообще, когда я играл Харикейном 3, и мне немного не хватало скорости, у меня были следующие мысли. А что бы, если, допустим, топшит от Харикейна, наклеить на губку, которая будет немного... Какая, какая, забыл это слово. Во. Оператор подсказывает, что будет пористая. В этой накладке, китайской, губка как раз-таки пористая. Вот теперь попробуем посмотреть, так ли это получится или нет. Мяч будет вращаться? В общем, короче, быстрее уже надо снимать пленку. Фу-ху-ху. Так, теперь понабиваю вот на Харике. Готовы? А теперь попробуем на Хайтян Хиппокампус Спид. Ну, тухловато, да? Как бы, все равно, по сравнению даже с Хариком, по звуку вы слышите. Но, она же немного еще не разыгралась. То есть, по ощущениям, это не супер дубовый Китай. Положим, попробуем на стол. И Китай. Хиппокампус. По вращению. Ой-ой-ой. Как вылетает. Смотрите. Хиппокампус. Харикейн. На первоначально вылете. Что себя агрессивнее ведет? Напишите в комментариях. Все. Первичный осмотр мы сделали, наклеили, посмотрели, что, как она выглядит. Теперь идем к столу. Спускаемся на первый этаж. Вот мы и пришли в зал. Разумеется, перед тем, как сделать этот обзор, я немного поиграл этой ракеточкой. Чтобы примерно знать, что она из себя представляет. Теперь я вам крупно покажу, как она выглядит. Вот таким вот образом выглядит эта накладка. Если вы сбоку увидите, то можно подумать, что это даже Теннерджи. Примерно вот по детальному осмотру этой накладки, что могу сказать. Могу сказать следующее. То, что губка здесь типично европейская. То есть, это может быть даже какой-нибудь фирмы Андро. Ну, не Гева, потому что у Гева немного другая. Типхар. У того же Баттерфляя вот такие же пористые губки. Они примерно идентичны вот этой, которая здесь есть. Но топшит немного отличается. И вы могли примерно сейчас по кадру, где я показывал эту ракетку, заметить, что он немного глянцевый, что он немного блестит и немного сделан закос под липку. Но если посмотреть липкость этой накладки, сейчас я вам продемонстрирую. Она практически отсутствует. Давайте сначала посмотрим на Харикене третьем. То есть, мячик у нас держится. И теперь посмотрим на накладки Хиппокампус от китайских друзей Хайтян. Как видите, липкость намного меньше. То есть, может быть, даже каким-то липким уголком я взял. Здесь уже похуже. А у Харикена хоть какой-то частью и вообще сваливается. В общем, липкость у вот этой накладки, которую мы сейчас делать сегодня будем обзор, намного, не намного, а на меньше, чем у Харикена третьего. По пружинитастости, по первому осмотру, когда я наклеивал, вы уже могли увидеть то, что она как типичная европейская тензорная накладка. То есть, нету никакой тухловастости. Мячик отлично отлетает. Когда как от Харикена, мячик отпрыгивает немного потухлее. Теперь переходим к столу. Обзор будет не совсем как обычно, то есть не по элементам, а больше такой, больше игровой. Мы маленько поиграем, я скажу свои ощущения. Настя скажет свои ощущения от этой накладки. Переходим. Начнем с короткой игры. Прям совсем немного, мизер. На короткой игре, как и обычно, то есть тензорная накладка, она будет всегда при любом раскладе немного хуже, чем китайские. В которых отсутствует вот этот эффект катапульты. Харикен ведет себя контрольнее на короткой игре, чем хиппокампус. Давайте его будем обзывать так. А от пальца, я скажу, вообще мячик не летит. Так, ну-ка, прием подачи. Настя, подай подачу. Здесь уже от рук зависит. И еще одна. Так. Мячик чуть-чуть поэнергичнее вылетает из этой накладки, вы можете сами видеть по видео. Сейчас маленько накатик, и мы переходим уже к основной части, переходим уже к топ спинам. Так, это у нас Харикейн. Так, но сегодня не день Харикейна, сегодня день Хиппокампуса. Поэтому мы будем сравнивать Хиппокампус с Харикейном, а не Харикейнских Хиппокампус с вот этим вот чертом. Опа. По скорости вы можете видеть то, что вообще тухлятина никакой нету. Мячик летит очень быстро. Но, но, есть одно но. то, что мяч такое вот ощущение, что контакт мяча и ракетки, он не такой плотный. То есть он как какой-то вот на каких-то навате он туда вылетает. То есть я не чувствую момент, когда мячик отрывается от резинки, когда он туда входит. Но при этом он быстро. То есть контролирует накладочку. Как минимум на накате не очень. Так, теперь Харикейн. Вот здесь скорость чуть-чуть пониже, но при этом контроль получше. Потому что именно я на вот этой стороне, где Харикейн, мячик чувствую чуть получше, чем на Хиппокампусе. Теперь переходим к топ спинам. Хиппокампус. Ну, на топ спинах, когда вот удар уже немного поплотнее, мячик уже чувствуется немного получше, чем на накате. То есть на накате вообще бесчувственная накладка. Теперь Харикейном. Дуга, как вы видите, намного ниже у Харикейна. На предмет вращения точно сказать не могу. На какой накладке было больше. Но то, что дуга у Харикейна ниже, это 100%. Теперь опять Хиппокампус. И, возможно, даже какое-то вот ускорение вот это типичного, типичного, как у Харикейна, то есть вот этот вот рывок нету у Хиппокампуса такого. А у Харикейна он есть. То есть это вот, он на стороне соперника начинает еще сильнее разгоняться. Так, Харикейн. Особенно вот сейчас мяч максимально сильно устроил, ускорился на стороне. Где больше вращения? Настя говорит, что на Харикейне, вы сразу себе делаете пометочку, у Харикейна вращение побольше, чем у Хиппокампуса. И при этом дуга немного поменьше. Соответственно, для того, чтобы ставить блок от Харикейна, намного будет неудобнее, чем от Хиппокампуса. Теперь повращаю слева немного. Слева намного приятнее вращать, чем справа. Возможно, китайцы сделали эту накладку именно под игру слева. Потому что справа прям, ну, не то, что контроля мало, но какая-то вот неуверенность присутствует. Слева совсем другая картина. Уже совсем другие маленько ощущения. И мячик по контрольной летит, чем справа. Справа это как вот вата. Он провалился и свалился. Либо там полетел, ну, не знаю, что ли ты попадешь, что ли нет. Когда слева, совсем по-иному. Теперь попробую Харикейном слева. Ой-ой-ой-ой. Ну, возможно, Харикейн летит побыстрее, именно вот потому, что специфическая такая накладка. Когда плоско вести Харикейном, мяч тухлый летит. Когда через вращение зацепом, мяч прям туда выстреливает. Поэтому и кажется, что немного мячик летит побыстрее. Но при плоской игре от Хиппокампуса будет намного лучше лететь. Это для чего нужно? В игре слева особенно. Почему многие, допустим, не играют китайскими накладками, вот этими Харикейнами слева? Потому что вы частенько, допустим, не в позиции. Надо отыграть плоско мячик. От Харикейна мячик лететь не будет. Когда как от тензорных накладок все ситуации, когда вы находитесь не в позиции, уже вы будете возвращать за счет вот этой катапульты, которая присутствует в этой накладке. Сейчас немного попробую по подрезке. Так, еще. Ну, вроде бы даже неплохо по подрезке. Прямо можно хорошо накрутить. Как так, на предмет вращения? Что? Харик. Так, по вращению Настя говорит то, что даже на первом ходу у Харикейна немного побольше вращения, и при этом он немного непредсказуемый, чем хиппокампус. Но зато второй мяч, да и первый мяч, вот если по удобству говорить, то есть мне комфортнее было сделать первый топ-спин именно хиппокампусом, чем Харикейном. Второй мяч, то же самое, то есть за счет пружинистой губки, второй мяч продолжить тоже было немного проще хиппокампусом, чем Харикейном. Поэтому делаем выводы, то что для игры слева лучше выбрать, наверное, хиппокампус, чем Харикейн 3. Теперь предлагаю посмотреть, мы с Настей немного в таком тренировочном режиме поленько поиграем, то есть я подачку подам, отыграю, розыгрыш проведем, она подачку подаст, отыграем, розыгрыш проведем. И вы посмотрите, как ведет себя хиппокампус в различных игровых ситуациях. Это просто мяч был сломанный. Так, нежданчик. Ну, про что я и говорил, то, что слева, то есть вот такие вот полу-замах сделать удобненько. Вот сейчас вы видели, я маленько отыграл. А вот он Харикейн. Вот про что я и говорил. Немного не до замаха идет, все, мячик у вас не летит. Особенно если вы в средней зоне. То есть у стола еще может перевалиться. А подальше. Какие дуги наворачивает хиппокампус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, кто не слышит, Настя говорит, я буду ее цитировать немного, то, что первый ход у хиппокампуса немного предсказуемее, чем второй. Сейчас даже я видел, потому что мяч плоский летит. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, как и обещал, Теперь повращает маленькая Настя, поделится своим мнением со мной, а я уже поделюсь мнением Насты с вами. Вращение комфортно. Настя говорит, что этой накладкой вращать намного контрольнее и комфортнее, потому что мячик все-таки летит за счет этой пружинистой губки. Так, на предмет плоского удара довольно-таки тоже неплохо себя ведет накладка. Как вы можете видеть, калибровку произвела всего лишь за один удар. Теперь то же самое попробую сделать Харикейном третьим, чтобы сравнить. Скажу так, то что первый ход, вот лично в ее исполнении, потому что она физически не так развита, как я, первый ход от нее сильнее летел именно от Хиппокампуса, чем от Харикейна третьего. У меня чувство мяча немного получше и рывок на мяче чуть-чуть пободрее, поэтому у меня от Харикейна третьего мяч летел справа побыстрее и поопаснее, чем от Хиппокампуса. Теперь попробуем посмотреть, как она себя будет вести, точнее, не Настя, а накладка во время исполнения блоков. А, от Эволюшена летит вообще песня по сравнению с Хиппокампусом. А, от Эволюшена летит! А, от Эволюшена летит! на завершение ролика б как обычно подвожу итог по поводу этой накладки говорю точнее даже не по поводу одной этой накладкой именно сравнение хиппокампуса с хоррикейном третьим говорю свое мнение и мнение моей напарницы моего тренера коуча в общем теперь мое мнение в то делать топ спин справа намного комфортнее и вращение создает больше и какой-то опасности для соперника по моему мнению у хоррикейна третьего это удается больше чем у хиппокампуса по контролю в игре справа то же самое у хоррикейн 3 контрольнее чем хиппокампус спид спид значит скоростной это вы могли сейчас и увидеть на своих экранах по игре слева что могу сказать при игре слева за счет того что губка у хиппокампуса пружинистая соответственно имеется эффект переклейки эффект катапульты поэтому слева контрольнее и комфортнее играть именно хиппокампуса чем хоррикейном третьем по зацепу конечно же хоррикейн 3 вы в самом начале ролика когда мы пришли в зал уже могли были видеть то что зацеп у хоррикейна 3 лучше чем у хиппокампуса теперь по мнению моей напарницы что она может сказать она сказала мне следующее я же вам обещал то что я поделюсь ее мнением то что справа ей комфортнее было вращать именно вращать делать какие-то атакующие действия хиппокампусом за счет того что все таки у неё физических сил поменьше чем у меня и пружинистая губка ей только помогает во время так у ещё и действий тогда как слева даже не то что слева так атакующее действие хиппокампусом было бы делать комфортнее защитные действия действие на блоки и И наоборот, справа было приятнее делать Харикейнам третьим. По игре слева она тоже выделила хиппокампус. Все-таки ей намного комфортнее было и делать и атакующие действия, хотя она их не делала, откуда она может знать. Но все-таки она утверждает то, что атакующие действия ей будет тоже делать комфортнее, чем Харикейнам третьим слева. И атакующий, и защитный. Поэтому Харикейн третий она бы выбрала себе только если она планирует ставить блоки справа. А все остальные атакующие действия за счет пружинистой губки она бы выбрала делать именно хиппокампусом. Ну теперь все, все эмоции в сторону, потому что накладка всего лишь первый день после распаковки. Как она может себя вести через месяц, через неделю, я к сожалению сказать не могу. Но у меня есть ощущение, что она очень сильно пропитана заводской пропиткой, потому что вонь стоит от нее невыносимо. Именно каким-то ацетоном, какой-то химией. Возможно за счет этой химии она и расширена. За счет этой химии мячик прям летит плотненько. Не то, что плотненько. За счет этого катапульта и имеется. Насчет топшита, что могу сказать. Скажу так, что он внешне выглядит абсолютно несерьезно. Потому что на ощупь он уже немного такое чувство, что лысоват после одной тренировки. А если, допустим, поиграть плотненько ей месяцок, скорее всего он вообще облысеет. Поэтому делаем вывод, что скорее всего эта накладка недолговечная. Ее хватит буквально на неделю. И она облысеет через неделю, но лететь при этом будет. А может быть даже и не будет, когда выветрится заводская пропитка. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До встречи.